Я Инна Терещенко, Одесская голосная группа медиации, инициативное движение «Одесса за согласие», конфликтолог, прежде всего в данном случае здесь. Один из организаторов, инициаторов, что ли, этого движения «Одесса за согласие», которое началось еще в мае-июне прошлого года и до сих пор есть разного рода инициативные группы, которые этим делом занимаются. И, видимо, поэтому мне было предложено прийти и выступить с темой, связанной с возможностью и вообще с описанием ситуации в связи с различными родными движениями в городе. Надо сказать, у нас относительно недавно, уже второй месяц, появилась еще одна инициатива, такая экспертная группа, она пока только набирает обороты из разных представителей разных социальных групп, бывшие чиновники, теперешние депутаты, эксперты, у которых есть некая такая вот задача, и это вот группа мы этим занимаемся, создать такую систему раннего предупреждения, эскалации конфликтов. И вот буквально два дня, в конце прошлой недели мы собирались, и как раз вот эксперты, опять же говорю, из разных групп и разных политических и мировоззренческих позиций отметили, что конфликт, который год назад мы отмечали в качестве конфликта такого мировоззренческого, то, что называется, условно говоря, «Майдан-Антимайдан», он хоть и присутствует, но он уходит вглубь. И было высказано такое мнение, что сейчас, если сравнивать с маем прошлого года, то сейчас мобилизовать, ну, то есть люди не будут мобилизовываться и убивать за идеи, за взгляды. Ну, речь идет, допустим, как это было 2 мая в Одессе, когда было такое жесткое столкновение, условно говоря, людей, принадлежащих разным лагерям, внутренним разным лагерям. Сейчас это напряжение, оно, это характеризуется и в других, такая же характеристика и в других регионах Украины, по крайней мере, у меня там есть информация. Мы контактируем с коллегами в Николаеве, в Харькове, то есть, как бы, эта ситуация немножко уже иная. И вот столкновений таких, ну, пока, по крайней мере, эксперты не прогнозируют. Я понимаю, что поводом этого брифинга еще и выступила, ну, случилось, как бы, вчерашний, да, вчерашний марш, как он назывался, в защиту прав... За свободу полигвязи. Да, за свободу полигвязи. И понятно, что в городе по этому поводу очень, естественно, неоднозначная характеристика, ну, как бы, неоднозначная реакция. И оно понятно, почему. С одной стороны, ясно то, что мы строим демократическое государство, и свобода митингов и демонстраций, она должна быть. Даже если идеи и взгляды разных групп, они не носят, там, широкой поддержки населения. Это одна из тех ценностей, которая должна и важна быть. Ну, как бы, у меня есть впечатление, что все-таки марш вчерашний, несмотря на такой красивый, как бы, такой правозащитный, скажем так, лозунг или идея, она не нашла, как бы, широкой поддержки одесситов. В силу того, ну, как бы, политической подоплеки с одной стороны, с другой стороны, есть впечатление, и, к сожалению, я могу говорить, это не впечатление о конкретных фактах. Мы сейчас начинаем исследование по поводу, как бы, поддержки, идеологической поддержки, которая присутствует в Одессе, но эти результаты будут только в декабре. А сейчас можно говорить только о таком экспертном впечатлении, что правые идеи в Одессе не являются такими доминирующими. Вот, поэтому то, что, как бы, этот марш и это мероприятие прошло, как бы, оно с точки зрения, там, прав человека, ну, должно было быть, и это правильно, с одной стороны. С другой стороны, форма, провокативная форма, которая, как бы, она реализуется, она, безусловно, носит такой, ну, скажем так, психологически отпугивающий характер. Я понимаю, откуда появилась такая формировка, будут ли продолжаться столкновения в Одессе. В какой-то степени она, ну, этот марш может восприниматься обывателем, человеком обычным, который, ну, живет проблемами тяжелыми теперешней экономической ситуации, он является отпугивающей и становится наряду, как бы, таким психологическим давлением. Если к взрывам люди у нас уже привыкли, более-менее их много, за последние полтора года, жертв нет, больших разрушений нет, поэтому уже как-то адаптировались, то, как бы, подобного рода марш, с такой яркой, активной, достаточно, ну, скажем так, по форме агрессивной, как суперактивной, да, агрессивной, таким позиционированием, оно, конечно же, носит такое воздействие психологическое. Вот. Если еще учесть, что у нас есть избирательность в городе, избирательность к вообще выбору, какие мероприятия, какие марши мы будем проводить, какие нет, то здесь, я думаю, что это как раз одно из, такой, одна из сфер для наших властей городских и областных, где здесь нужно урегулировать, как бы, да, ситуацию. Одно время было понятно, что был четкий запрет на различного рода марши. Вот не будут, не должно быть марши, потому что у нас напряженная ситуация. Ситуация у нас сейчас нормализуется. Власть, как бы, она, город чувствует власть, чувствует защиту со стороны милиции, со стороны полиции, со стороны собственного властей. Это нормально, как бы, да, вот все-таки там монополия на насилие должна быть и государство, и, как бы, на поддержание порядка и безопасности. Был запрет, потихонечку его снимают. С одной стороны его снимают, с другой стороны, недалее, как сколько, я не помню, месяц назад, по-моему, да, не рекомендовано, и, как бы, был запрет на проведение марша левых сил, да, которые были с другими лозунгами, но тоже такими правозащитными, насколько я помню. То, что называлось ЛГБТ-прайдом. Что-то в этом деле. Ну, это, как бы, те же политические идеи, но, с левым взглядом, его запретили. И в этом смысле, конечно же, я думаю, что это, как бы, предмет для дальнейшего регулирования, как бы, подобного рода действий со стороны властей. Это, я думаю, еще будет, ну, должно регулироваться. И думаю, что наши правозащитные организации будут тоже эти вопросы ставить. Поэтому, скажем так, если говорить с точки зрения такого вот экспертного прогноза по поводу столкновений и возможностей, ну, сейчас нет оснований, мне кажется, нет оснований говорить о том, что, несмотря на активную форму, это всего три, на активную форму проведения, как бы, там, вчерашнего, вчерашней акции. Это те вещи, которые людей отпугивают. Фаеры, как бы, баллончики с газом. Я бы вообще, как бы, подобную форму проведения не политизировал, а, в общем, действительно, это подпадает под юрисдикцию просто, как бы, поведения в общественном месте, да, вот, как бы, правопорядка. И реагировать это с точки зрения его правопорядка. Собственно, что сейчас, мне кажется, властями и делается, или пытается делать в целом ряде случаев. И мне, опять же, есть впечатление, что, несмотря на напряжение, которое вызвало, как бы, в городе, который ориентирован, ну, все-таки, на толерантность, и правые идеи, они не всегда, или радикальные правые идеи, не находят такого широкой поддержки в городе. Несмотря на это, как бы, мне кажется, что нет основания, как бы, беспокоиться, волноваться и говорить, что у нас сейчас будет ситуация активизироваться. Ну, мне так кажется. Да. Ну, у меня, по сути дела, пока только два вопроса к вам. Значит, со второго. Вы говорите, что ситуация в городе успокаивается, и... Политическая, да. Но, простите за одно выражение, оно тоже, по-другому, другое. Но лично в городе ряд абсолютно оборзевших организаций, которые считают, что они могут абсолютно все. Слова к забору в каком-нибудь названии, выйти туда, пригласить еще кого-то. Да, да. И, в своем уверенном смысле, это ничего не будет. По вашему мнению, это, во-первых, не вызывает ли это ответной реакции в отношении их, а принадлежная реакция не станет ли это толчком в новом состоянии? Вы знаете, вот, я понимаю, о чем вы говорите. Есть организации, которые продолжают действовать как бы прошлогодними действиями, например. Но обратите внимание на реакцию города. Реакция города, как правило, она, во-первых, не поддерживает. Не поддерживают бывшие соратники, скажем так. То есть эти группы радикально ориентированы, они локализованы. Нет такого широкого, даже на уровне страны, широкой поддержки. И более того, люди, если говорить о настроениях, были удивлены, почему людей сначала задержали, потом захватили. То есть если год назад движения, которые были направлены, вспомните даже вот эти акции с мусорными баками, то среди активистов было больше поддержки. Сейчас вот эти вот группы, они действительно локальны, они, ну, если не, ну, почти маргинальны. И они действительно подпадают под юрисдикцию просто как бы действий правозащиты, суда, милиции, им выставляется счет, с ними разговаривают. Да, их выпускают, потому что, ну, они же, там, патриот. Вот по психологическому эксепартизу они тоже могут подпадать. Ну, я не думаю, я думаю, что это, в принципе, действия такие, мне кажется, что это активистская такая инерция. И можно предположить, что есть как бы силы, которые заинтересованы в том, чтобы действительно, ну, как бы, Кивалов как политический деятель, он вызывает раздражение очень многих политических кругов. Поэтому наверняка есть группы и силы, которые были бы заинтересованы вот в таком вот психологическом давлении и дальше. Понятно. И второй вопрос. Вы сказали, что сейчас нет таких вот реальных сил, которые готовы были бы убивать за идеи. Умирать за идеи. Умирать и убивать за идеи. Скажите, а за что теперь люди готовы умирать и убивать? Спасибо. Я надеюсь, ну, как бы, мы не будем брать сейчас за пределами идет, вот, ну, война, она у нас есть. И это, как бы, отдельный разговор. Здесь речь идет о территориальной целостности, об агрессии. Мы не будем трогать этот вопрос. Если говорить об Одессе и не быть связанной с армией, с добровольцами и поддержкой армии, если говорить о противостоянии тех конфликтных потенциалов, у меня есть надежда и есть такое, ну, впечатление, что сейчас ни за какие идеи не готовы не убивать, не умирать. Ну, говори большинство. Ну, каким-то таким. Если мне позволят коллеги, я тогда задам вам еще один вопрос, уже чуть-чуть не касаюсь именно Одесской ситуации. Вот ваше отношение к такому постулату, что основная причина развития терроризма заключается в том, что мужчины из цивилизованных наций, так называемых, разучились умирать ради своей страны, своих семей и убивать ради этого. Как я отношусь? Ну, скажем так, я по базовому образованию историк и понимаю, что каждая цивилизация, она дает какие-то свои индикаторы развития цивилизации и культуры. Я не могу поддержать идею, которая выдвигает в качестве основного индикатора или критерия развитости. Во-первых, такое гендерное неравенство, во-вторых, готовность на насилие в любом виде. Поэтому есть другие способы. И человечество, мне кажется, несмотря на такое большое количество войн, которые все равно присутствуют, но человечество ориентировано все больше на другие способы решения проблем. И мне бы нравилось, что, если бы люди готовы были идти на переговоры, вот это вот критерий развитости. Не знаю. Здесь можно вопрос. А как сказывается на вас, для этих экспертов? Вот вы говорили все время власть, местная власть, городская власть. Как на вас сказывается, может быть, это успокоение, в том плане, что Труханов к себе в команду берет все больше и больше тех людей, которые были на Майдане? Ну, я имею в виду, что уже порядок. Ну, это нормальный процесс. Посмотрите, Майдан поднял какую-то определенную волну активности людей, и люди приняли, взяли, многим жертвовали, и приняли и взяли на себя ответственность за какие-то действия. Прошло время, и потребовались другие усилия, другие формы работы, собственно, для того, чтобы достичь тех идей, с которыми люди выходили на Майдан. И это оказалось, во-первых, не под силу всем, со мной стороны, потому что часть людей трудно было договориться, трудно было, ну, почему, собственно, были эти мусорные акции и прочее. Как бы другие формы давления, контроля, лоббирования интересов необходимы. И то, что сейчас перед выборами, я, честно говоря, не отслеживаю, какое количество людей попадает в городскую власть. Это нормальный процесс вообще-то, да? То есть, когда я понимаю, слышу, что иногда в ряду соратников, как бы, говорят, вот, там, они продаются или покупаются, или их перекупают там активистов, много каких-то таких вот вокруг ходят разговоров, мне кажется, абсолютно нормальная реакция, если люди, как бы, вошли в определенный процесс общественного, как бы, такого вот, общественной деятельности. И хорошо, когда они включаются действительно в те системы, где они действительно могут влиять. Во-первых, они понимают систему управления, потому что, ну, мало чего можно достичь, как бы, опрокинув, кроме унижения и кого-то, удовлетворения каких-то своих амбиций и желания, как бы, там, сатисфакции, да, вот этими действиями активными. Нужна другого рода работа. И мэрия, и областная власть – это те места, где можно действительно менять систему, а не просто действиями, какими-то отдельными действиями, там, щипать каких-то отдельных людей. Ну, как бы, нормально, хотя я понимаю, что с точки зрения, там, политического процесса, оно ясно, что у Труханова есть определенный, такой бэкграунд и такое недоверие у части людей, которые, там, придерживались идей Майдана. А наличие, как бы, людей, которые в нем находили, они все-таки повышают еще уровень доверия. Ну, абсолютно нормальный предвыборный процесс. Еще один такой вопрос, на ваш взгляд, местный выбор, все-таки какой-то будет всплеск? Конечно, будет. Конечно, будет. И поэтому здесь очень хорошо, и очень важно, чтобы люди адекватно реагировали. Вот это такая, знаете, хорошая проба, вот этот вот марш, который был вчера, хорошая проба реагирования людей. Потому что будут разного рода эмоциональные провокации. Конечно же. Потому что местные выборы, особенно сейчас, они всегда вот самые, они острее, чем выборы в парламент или президент. Потому что больше групп влияния. И давление, как бы, больше происходит. Поэтому единственное, чем можно, как бы, призывать, это говорить про то, что люди, ну, включали мозг, включали рациональное. Если у них появляются эмоции, то нужно сначала остыть, а потом подумать, почему это, и кто хочет, чтобы мы начали возмущаться. И делать выводы, исходя из этого. Такое исключительное выступление у меня получилось. Неожиданно. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok